Важнейшая новость дня, я погладил футболку. Всем йо! Важнейшая новость этой недели, к нам приехала новинка Darkside Shot. Многие ее ждали, те кто не ждал, вкратце расскажем об этом продукте. Это не просто смешанные между собой вкусы Darkside, как можно подумать, это своего рода конструктор. То есть за основу здесь взята, за табачную основу Darkside Soft, он же сейчас называется Darkside Base. По крепости он чуть легче, чем классический Medium. Также сейчас они переименовали это дело все в Core. Курица, он чуть полегче, чем тот самый крепкий Darkside, о котором многие знают. За ароматизаторы они используют не только Darkside аромки, но также DeGastro, DeMini и Daily Hook. То есть взяли топовые вкусы, намешали из них миксы. Получилось нечто, что можно просто забить в чашку и покурить, не заморачиваясь с миксологией. В упаковке 30 грамм. Как по мне, если забивать на маленькой турочке, то может даже хватить на два раза. Если нет, то, что осталось, оставляет простор для миксологии. Не знаю, сейчас мы вкратце пробежимся по всем вкусам. Я прокурил их все 10 за последние 12 часов. Многие могут подумать, Мишаня, классная у тебя работа. Работа классная, но это было немного тяжеловато. Я постараюсь конструктивно рассказать о том, что эти миксы из себя представляют. Первый на очереди у нас байкальский краш. Почему этот вкус я выбрал? Потому что Байкал ближе всего. Мы сейчас находимся в Иркутске. И Байкал. Очень странный выбор названия, потому что в составе здесь находится фисташка мята и мороженое. Но лично у меня оно не ассоциируется никак с Иркутском и Байкалом, где мы, собственно, находимся. По сути, это фисташковое мороженое от Дарксайда, он же Полар Крим. Многие его пробовали. Это не самый топовый вкус у Дарксайда. Он не особо пользуется популярностью, но некоторым он заходит. По сути, это десерт с ярко выраженной свежестью. И чем он отличается от того же Полара Крима, здесь еще нотка мяты добавлена. Она чувствуется. Не всем зайдет. На любителя, если вам Полар Крим нравился, то в целом и этот микс может залететь. Если охохот от чего-то свеженького, ну, как мороженое. Приморский шейк. Кокос, черника, ананас. По сути, это пинаколада с черникой. Здесь, ребята, взяли два топовых вкуса. У Дарксайда есть такой вкус, как Тропик Рэ и Космо Флауэр. Тропик Рэ – это, собственно, пинаколада. А Космо Флауэр – это черника с оттенком цветочным. Два топовых вкуса. Смешали и получили третий топовый вкус. Сладенько, вкусно. В целом претендует на один из топов в этой линейке. Советую попробовать. Столичный бит. Клюква, земляника и лайм. Отчетливо чувствуется лайм с нотками клюквы и земляники. Похоже на свежевыжатый ягодный морсик с кислиночкой. Хорошо, свежо зайдет. Но я бы не назвал этот вкус топовым, такой довольно проходной и невнятный. Ну, кому-нибудь зайдет, кому охота чего-то не сладкого. Южный вайп. Груша, манго и мята. Когда начал раскуривать, очень явно почувствовал вкус манго-ласи. Не тот манго, который находится в Фолландстайре, а такой более травянистый, терпкий, такой вяжущий что ли. В дальнейшем раскрылся вкус мятной жвачки, типа наподобие в Ригле Спермента с оттенками груши. Курица прикольная, но вкусик проходной. Далеко не всем зайдет. Опять же, если вам всегда нравилась груша от Дарксайда, то это тот самый вариант, чтобы взять себе на пробу и покурить с кайфом. Донской чил. Дыня, шоколадная нуга и лимон. Исторически сложилось, что дыня пользуется большой популярностью, но в чистом виде она немного так ацетониста курица. Этот микс идеально сбалансирован, очень понятный, сладкий. Дыня яркая, не ацетонистая. Лимон не чувствуется, разве что. Курица прикольна, приятна. Если охота какой-то понятный, сладенький микс. То, пожалуйста, дынька вам зайдет. Алтайский трип. Как знаете, у Дарксайда является флагманским вкусом. Вкус елки, пихтой хвои. Нидлс. И это тот случай, когда елочку можно вкусно покурить. В чистом виде елка заходит не очень. Поэтому всем покупателям мы советуем к елке добрать что-нибудь. Либо сладенькое, либо кисленькое. С лимончиком смешать. Бывает и с мороженым кайфово заходит. Так что, если вы давно мечтали попробовать елочку, то это тот случай, когда можно ее распробовать в том виде, в котором лучше всего ее пробовать. Свежо, хвойно. Елка чувствуется отчетливо, но курица при этом приятна. Если ищете какой-то интересный вкус или давно мечтали попробовать елку, тот самый вариант, алтайский трип, определенно можно заносить в топы. Центральный бит. Клюква, виноград и лайм. Если проводить аналогию с названием, это похоже на самый разгар вечеринки, когда звучит трек, на который обратит внимание каждый. Здесь лайм звучит очень громко, но при этом он идеально дополнен виноградом и клюквой. Курица это все дело прикольно, всем советую, это похоже на вечеринку. Каспийский вайп. Личи, малина и кола. Представьте себе картинку. Пляж, жара, палящее солнце, хочется пить и вы достаете из холодильника холодной колы. Если вам охота ощутиться в такой картинке, то этот вкус вас туда опрокинет. Ярко чувствуется кола, личи с малиной, если честно, я не почувствовал, но кола курится приятно. Пойдет тем, кто хочет хлебнуть холодненькой колы. Таежный трип. Лемонграсс, фейхуа и эвкалипт. В свое время, когда у Дейли Хуки вышел вкус лемонграсса, он мне показался одним из самых интересных для использования в миксах. Он добавляет такую нотку свежести, травянистости и цитрусовости. Любой сладкий микс может раскрыть, ну, с кайфовой стороны. И первым делом, с чем я его смешал, было, собственно, фейхуа от Дарксайда. И, как по мне, это было идеальное сочетание использования лемонграсса. И лично я немножко удивлен, увидев такой готовый микс уже у Дарксайд Шот. Курица это превосходно, я вообще всем советую. Свежо, сладенько, травянистое и цитрусово одновременно. Очень многогранно. Однозначно топ. И последний на сегодня карельский панч. Это черника, земляника и малина. Насколько известно, ягодные и фруктовые вкусы вообще, в принципе, являются самыми популярными среди вкусов кальянных табаков. И этот вкус не исключение. Сюда собрали просто все самое вкусное, гармонично сбалансировали. Так что, если вы обычно приходите и просите что-нибудь вкусненькое покурить, то вот этот вариант вам идеально зайдет. Сладенько, понятно. Ну, можно отнести к топовым вкусам. Что хочется сказать в целом о продукте. Дарксайд вовремя подоспел со своей темой миксов и маленьких фасовочек. Потому что поступает дачный сезон, вылазки на природу, охота взять что-то готовое, кинуть в чашку, не заморачиваясь с миксологией, поставить уголечки, вкусно покурить. С сегодняшнего дня у нас на полках 200 рублей за пачку. Цена вообще кайф. 30 грамм. Ну, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчики, все дела. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Увидимся в следующих выпусках.